Образцовый хореографический ансамбль «Гармония» во второй раз принимал участие в международном конкурсе хореографического искусства «Танцемания». 1 апреля танцоры вернулись из города Санкт-Петербурга, усталые, но счастливые. В копилке коллектива еще одна громкая победа. Поздравляем! Поздравляем! Надежда Викторовна! Поздравляем! Меня будил Артем. Короче, очень сонные были все эти дни, но прошло все очень круто. Поначалу было такое волнение, что ой, такое грандиозное мероприятие, все, все, все. Но уже мы в прошлом году были в Москве, как-то попривычнее стало. Вы уже набираетесь профессионализма, я так понимаю. Да, безусловно. Не меньше восторг и силовое впечатление испытывают и родители участников «Гармонии». Пожалуй, взрослые больше осознают масштабность и важность танцемании, в которой приняли участие их дети. Счастливые такие все. Шоу было на высшем уровне, классно, все прошло, молодцы. Я считаю, что им очень повезло, что они поучаствовали в такой программе. Там даже было главное не столько победить, сколько вообще просто поучаствовать в таком глобальном мероприятии. Потому что коллективов было очень много, постановка была шикарная, все, хореографы всех так красиво там все это провели. Ну, вдохновение полное было вообще. Конечно, это просто глобальный масштабный такой проект. Побывать на соревнованиях в Северной столице и не увидеть красоты города – это из разряда невозможного. Ансамбль пробыл в Санкт-Петербурге несколько дней, но фокинцы успели своими глазами оценить жемчужные архитектуры окна в Европу. Северная столица оставила неизгладимые впечатления, даже несмотря на неласковую погоду. На экскурсию мы ходили, на Дворцовой площади были и проехали на автобусной экскурсии, ну, обзорной экскурсии. Все хорошо было, всем понравилось. Мы все успели за такой короткий срок. Прохладно было очень, холодный ветер, но по утрам нас встречало каждый день солнышко. Погода менялась. Погода менялась, да, каждую секунду, минуту, час. Солнце, то снег, то дождь, все, все сразу, это Питер. Помимо города и организации концертного мероприятия, ребят произвело впечатление и место, где им предстояло показывать свое мастерство. Тиньков-арена, находящаяся рядом с знаменитым вахта-центр, вызвала у участников ансамбля приятное потрясение. Конкурс прошел очень хорошо, так как в том году я не смог полететь, для меня это был первый раз. И эмоции просто зашкаливают. Голоконцерт тоже прошел отлично. Выступить на Тиньков-арене – это что-то новое для меня и для каждого. И поучаствовать в таком масштабном концерте – это, я не знаю, подарок судьбы. Участники ансамбля «Гармония» гордятся тем, что имя ансамбля прозвучало на танцевальной сцене, находящейся в северной столице. Ребята надеются, что победа и удача и дальше будут сопутствовать им. Ведь впереди продолжительная битва за звание «Заслуженный коллектив народного творчества России». Екатерина Исаева, Юлия Цыганова, Хавис Басыров, Тихоокеанское телевидение.